Примерно здесь мог быть вход, а вот там, возможно, расположился бы бассейн. Неподалеку заработал бы спортивный комплекс, дети на переменах бегали бы. Новая общеобразовательная школа вмещала бы 2500 учащихся. В сослагательном наклонении люди в микрорайоне Московске, по их словам, живут уже несколько лет. В реальность возвращает этот пустырь, на месте которого никак не появится обещанная школа. А без дополнительной школы не обойтись. Антирекорд, который прославил микрорайон чуть ли не на всю Россию. В этом году в существующую здесь школу приняли 17 первых классов. Больших доказательств, что необходимо новое образовательное учреждение, не надо, уверены люди. Активная часть группы пришла просить помощи у губернатора на приеме граждан. Три года назад жителям микрорайона было обещано, что будет построена школа. И в этом году, 1 сентября, уже половина, 1250 человек пойдут учиться на сегодняшний день. Министр строительства тут же попытался внести ясность. Все проекты готовы, но стройка затягивается потому, что в бюджете не хватает денег. И неудивительно, школа стоит почти 2,5 миллиарда рублей. В ней запланированы несколько бассейнов и спортивный комплекс. Только зачем они сейчас нужны, не доумевает Вениамин Кондратьев, если из-за этого саму школу построить и не могут. Сколько необходимо времени, чтобы изменить проект? Вот в следующем сторону типовой школы Краснодара. Чтобы приступить, например, к следующему году, я к концу года это сделаю. Мы не можем делать Краснодаре супер-супер, три раза суперэлитную школу, а те, кто в целом другие микрорайоны Краснодара. У нас школа на два бассейна. Ну это абсурдно, само по-моему. Это не уважение просто к собственному населению, другому. Я говорю, за такие за 20 миллиарда мы можем построить, поверьте, как минимум 4-5 школ. А мы одну делаем такую. Все, изменяйте до конца года проект. В целом проблема гораздо глубже, чем раздутая сумма проекта. Школы и детские сады застройщики сейчас не считают для себя приоритетными. Вениамин Кондратьев предлагает. Возможно, надо на уровне закона сделать так, чтобы строительные компании не могли продавать квартиры, пока не сдадут школы и сады. Дети растут и не будут ждать, пока они откроются. Дети вырастут. И вырастут, поверьте, без нашего внимания. И с тем уровнем знаний, которые, по большому счету, мы не сможем им дать, а он будет минимальный. А это, опять-таки, подчеркиваю, наш завтрашний день. Мы завтрашний наш ученый, в том числе и рабочий, и инженеры, и врачи, и педагоги. То есть 30 тысяч населения, 35 тысяч почти. Но изначально надо, я понимаю, я не хочу смотреть во вчера, но сегодня давайте строить любой... Из самых приоритетных... Сокращать, давайте, все, но максимально строить школы и детские сады, о чем мы говорим, приоритет. Еще одну проблему, касающуюся школ, на приеме граждан затронул краснодарец Константин Воронович. Вопрос о безопасности детей. На примере 14-й школы мужчина объясняет, чтобы попасть на уроки, ребята рискуют жизнью, каждый раз перебегая через дорогу. Для школы необходимо два нормальных, как минимум, два нормальных пешеходных перехода, оборудованных, которых нет. Для школы необходимо светофор на пешеходном переходе, которого нет. В режиме онлайн Вениамин Кондратьев тут же просит ответить на вопрос заместителя мэра Краснодара. Оказывается, пешеходные переходы уже успели сделать, оборудовали лежачие полицейские, даже повесили знаки с ограничением скорости для автомобилей. Но стоит быть реалистами, замечает губернатор. На знаки наши водители часто не обращают внимания, а вот на светофоры, правда, школьникам на них рассчитывать пока не приходится. Предусмотрено строительство светофоров. В 2016 году два светофора будут установлены, в этом году программа просто не профинансирована. Говорю, как есть, поэтому в следующем году сами светофоры будут установлены. Слушайте меня теперь. При ближайшем объезде города мы подъедем к этой школе и попытаемся вместе с вами перейти. Вы пойдете первым. Подойдем к этой школе и посмотрим, где на самом деле проходят и туда идут дети и взрослые, в том числе их родители и учителя. И там должно быть комфортно для того, чтобы не дошли до этой школы. Не добежали перебежками, а потом еще выдыхали, а слава богу перебежали, а дошли реально нормально до школы. Больше всего обращение на приеме граждан в этот раз поступило от краснодарцев. Например, жители улицы 9-ая Тихая пришли с целым списком. От благоустройства тротуаров до работы коммунальных служб. Ответы на вопросы, которые требуют более тщательной проработки, Венемин Кондратьев потребовал дать не позже, чем через три месяца. А те сложности, которые после встречи с губернатором оказались вполне решаемыми, начали уже устранять. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.